Посольство США и Харьковская облгосадминистрация договорились о сотрудничестве в вопросах борьбы с коррупцией. Соответствующий план совместных действий подписали губернатор Игорь Райнин и начальник отдела по правоохранительным вопросам американского посольства в Украине Кристофер Смит. Харьковщина стала вторым регионом после Одесской области, которая заключила с посольством подобное соглашение. В обл. администрации считают, это говорит о том, что посольство видит Харьковщину равноправным партнером и поддерживает действия в части внедрения антикоррупционной системы. Мы уже разработали часть проектов и внедряем их на территории Харьковской области с помощью наших партнеров из Соединенных Штатов Америки. А именно, это система Прозора и внедрение всех закупок через электронную систему и площадки, которые на сегодняшний день существуют. Также в планах развитие центров предоставления административных услуг во всех районах области, разработка и внедрение новых антикоррупционных программ. В рамках плана совместных действий правительство США предоставит Харьковской области и организационную, и неограниченную финансовую поддержку. Это однозначно действия, которые направлены на прозрачность бюджетных процессов, создание в области антикоррупционной программы, глобальной, масштабной, которую мы согласуем со Службой безопасности Украины, с Национальным антикоррупционным бюро, с антикоррупционным агентством и с полицией. Также системную работу по детенизации экономики и устранению всех теневых схем в области. И по данным вопросам будет проведена установочная коллегия. При этом вице-губернатор отметила, что Харьковская область является не только флагманом в борьбе с коррупцией, но и единственным регионом в Украине, где внедрена новая, максимально открытая система по приему обращений от жителей. Из 24 рабочих дней по КЗОТу, 20 рабочих дней все замы губернатора Харьковской области ведут общественные приемы. Подчеркиваю, каждый зам губернатора минимум 4 раза в неделю принимает людей. Для этого есть общественная приемная, которая находится на Мироносецкой, для этого есть департаменты, в которых установлены время и кабинеты. Поэтому каждый человек, независимо от его социального положения, от направления вопроса, имеет возможность обратиться в органы власти. Подписанный план совместных действий рассчитан на краткосрочную перспективу. Первые результаты в обл. администрации планируют показать в течение полугода. Надежда Тофан, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».